Киностудия Universal много лет хочет запустить свою вселенную классических монстров. Куда должны войти Человек-невидимка, Человек-волк, Мумия, Франкенштейн и прочие всем известные монстры. За последние 20 лет студия предприняла несколько попыток. И все они оказались провальными в той или иной степени. Заполучить свою высокодоходную вселенную хотят все голливудские студии. Здесь Universal можно понять. Но получилось это сделать без всяких вопросов только у одной студии. А она могла бы быть далеко не первой. Студия Warner еще в 90-х хотела сделать нечто похожее. Но в случае с Warner мы имеем забавный эффект. Хочу все и сразу. И как только сразу все не получается, начинается паника. Проекты закрываются, переносятся или меняются. После чего вселенных становится несколько, что-то даже в эти вселенные не попадает. А потом оказывается, что все просто перезапустят одним фильмом про умеющего быстро бегать паренька. У Warner еще и со вселенной монстров похожая ситуация. Хотя из-за ее названия они когда-то передрались со студией Universal. Которая хотела свою вселенную тоже назвать Монстр Юниверс. Теперь фильм Годзилла против Конга станет последним в этой вселенной. Хотя раньше планы были наполеоновские. Но если Warner хотя бы пытаются крутиться, то Universal при первой попытке сразу играет в Страуса. И ведь не сказать, что все фильмы неудачно выступившие в прокате действительно плохие. А если посмотреть на студию Marvel, которая перетерпела провал Невероятного Халка. И слабые сборы того же Капитана Америки. Может показаться, что после одной неудачи все еще есть шансы вытащить вселенную. И иногда эти шансы не такие маленькие. На студии Universal другого мнения. Не получилось, начинаем с чистого листа. Сегодня хотелось бы вспомнить о всех чистых листах студии Universal. Которая очень хочет свою вселенную, но боится сделать второй шаг. Студия Universal хотела сделать вселенную из своей библиотеки классических монстров еще в 80-х. Но реализации постоянно что-то мешало. Когда дело подходило к съемкам, кто-то вдруг сверху понимал, что риск слишком велик. А сценарий очень плох. После чего очередной проект закидывался на дальнюю полку. Все изменилось с приходом на студию режиссера Стивена Соммерса. Постановщик наконец-то предложил боссам идею фильма, от которой они отказаться не смогли. Этой идеей была мумия. После ее кассового успеха студия была так довольна постановщиком, что при работе над сиквелом Соммерсу полностью развязали руки. Продолжение мумии тоже отлично выступило в прокате. После чего Соммерс спродюсировал Царя Скорпионов. Президент студии Universal стал называть Соммерса главным активом студии. И вовсю сравнивать его со Стивеном Спилбергом. В общем, Соммерс без проблем убедил боссов дать ему возможность снять фильм, который он хотел наполнить сразу кучей классических монстров. А потом их можно было бы развести по разным фильмам, как и в случае с Царем Скорпионов. Единственное, что беспокоило студию, это бюджет, который был необходим режиссеру. Боссы были не против потратить много денег, но Соммерсу уговаривали уложиться в 80-100 миллионов. Именно из-за этого нюанса после неудовлетворительных сборов Ван Хельсинга разочарованная в режиссере студия разорвала с Соммерсом контракт. И ему пришлось зарабатывать в другом месте. Соммерс настаивал на том, что Ван Хельсинга глупо снимать за 80 миллионов. И фильм просто не будет работать. На тот момент вера в режиссера у студии была высока, так что постановщику в итоге выдали 140 миллионов долларов. Однако съемки затянулись, и уложиться в эти деньги Соммерс не смог. После тестовых просмотров потребовалась еще и небольшая работа над ошибками, которая в конце концов довела бюджет Ван Хельсинга до 160 миллионов долларов. Для 2004 года это был огромный бюджет. Первая «Мумия», к примеру, стоила всего 80 миллионов, а вторая – 100. Но студия продолжала верить в Соммерса, и еще до премьеры Ван Хельсинга дала добро на съемки сиквела. В Чехии даже не стали разбирать декорации, а несколько месяцев оплачивали аренду. Все для того, чтобы как только придут первые данные о кассовых сборах, приступить к съемкам продолжения. Сценарий у Соммерса уже был, и студию он полностью устраивал. Фильмы устроили массивную рекламную кампанию, на которую потратили еще 80 миллионов долларов. То есть общий бюджет фильма Соммерса был в районе 250 миллионов. Все закончилось на второй неделе американского проката. Мало того, что кассовые сборы были гораздо меньше того, на что рассчитывала студия, так еще и американский зритель встретил картину посредственными оценками. Критики и вовсе ленту Соммерса сравняли с землей. Когда стало очевидно, что в американском прокате Ван Хельсинг сможет лишь пересечь отметку в 100 миллионов долларов, сиквел и спин-офф об оборотнях официально отменили. Все работы над ними быстро свернули. В мировом прокате картина с Хью Джекманом и Кейт Беккенселл освоила 300 миллионов долларов. Это неплохие цифры для нового IP. И если бы Соммерс снял фильм экономно, уложившись в бюджет, который предлагала студия, то подобные показатели можно было бы назвать успехом, пусть и не таким большим, как у Мумии. Но при производственном бюджете в 160 миллионов этих денег не хватало даже для номинальной окупаемости. А весь рекламный бюджет и вовсе оказывался в минусе. Под данным Deadline студия потеряла на Ван Хельсинге от 80 до 100 миллионов долларов. Соммерс ушел со студии Universal, оставшись в третьей Мумии лишь продюсером. Через несколько лет он снял для Paramount бросок Кобры, который тоже не оправдал ожиданий. После чего карьера режиссера в общем-то закончилась. Забавно, что в нашей стране отношение к Ван Хельсингу резко положительное, в отличии от Америки. Скорее всего, будь подобное отношение к картине и в США, студия бы рискнулась с сиквелом. Ибо с продажами на видео лента явно в итоге отбилась. Но студия Universal и Risk понятие несовместимое. Так что на какое-то время о темной вселенной она забыла. Вновь к ней студия вернулась через 6 лет после Ван Хельсинга. На этот раз дать старт вселенной должен был Человек-Волк. Человек-Волк получил огромный бюджет в 150 миллионов. А за руль студия бросила постановщика фильмов Джуманджи и Парк Юрского периода Джо Джонстона. Джонстон весьма любопытный режиссер. Он часто любил стрелять через фильм. То есть большой успех с лентой «Дорогая я уменьшил детей», потом провал с «Ракетчиком». Далее большой успех с Джуманджи и сразу после него провал с «Октябрьским небом». Вроде бы успех с Парком Юрского периода 3 и сразу за ним эпичный провал с фильмом «Идальго». Бюджет которого позволяет предположить, что продюсеры на его съемках играли в игру. Кто бросит в костер самый большой мешок денег. И Человек-Волк подоспел как раз после «Идальго». Вероятно, студийные чиновники Universal увидели систему, по которой работают фильмы Джо Джонстона. Но с Человеком-Волком эта система дала сбой. Картина и до прихода Джо Джонстона имела очень проблемный препродакшн. Там сменился добрый десяток режиссеров. Постоянно возникали какие-то творческие разногласия и возмущавшегося нового режиссера просили поплотнее закрыть за собой дверь. Подписавшийся же на ленту Джонстон был согласен на всё. Так что студия решила рискнуть. И по итогу Человек-Волк стал одним из главных провалов 2010 года. В отличие от Ван Хельсинга, принято считать, что с Человеком-Волком основная проблема была в полном отсутствии интереса у публики. Фильм попросту никому не был нужен. При этом на Человека-Волка студия потратила 150 миллионов долларов. И всё это с взрослым рейтингом. Для AR-фильма бюджет просто космический. В прокате лента освоила всего 100 миллионов долларов. После такого внушительного фиаско студия решила пересмотреть тактику для старта. В 2014 году очередной попыткой запустить вселенную должен был стать Дракула. Относительно предыдущих фильмов Дракула сильно потерял в бюджете. Фильм с Люком Эвансом обошёлся в скромные 70 миллионов долларов. Это обстоятельство впервые позволило стартовому фильму вселенной технически отбиться в прокате. При 70 миллионах бюджета Дракула в кинотеатрах освоил 217 миллионов долларов. В финале фильма, как и у Ван Хельсинга, оставили намёк на продолжение. Однако от Дракулы, как стартового фильма вселенной, тоже было принято решение отказаться. Студия посчитала, что столь скромный успех стартового фильма для вселенной скорее всего будет минусом. Было принято решение передвинуть запуск Тёмной Вселенной на следующий фильм, которым должна была стать Мумия. Первоначально именно Мумия собиралась выйти первой. И лишь за ней уже следовал Дракула Люка Эванса. Но получилось так, что небольшой Дракула без особых проблем прошёл через препродакшн. А более крупная Мумия в нём увязла. На пути к кинотеатрам Лента стандартно потеряла нескольких режиссёров. В какой-то момент фильм мог поставить Лену Уайзман, ответственный за серию фильмов Другой мир и перезапуск Вспомнить всё. Но из-за бюджетных ограничений режиссёр не смог договориться со студией. После Уайзмана к проекту присоединился Андрес Мускетти. В те годы знакомый зрителю по ужастику Мама. Но и он какое-то время побегов вокруг Мумии стал конфликтовать с продюсерами. В результате Мускетти ушёл ставить ужастика Но. А студия Universal, отложив Мумию, сосредоточилась на Дракуле. Вернулись к Мумии в 2015 году, когда ей заинтересовался Том Круз. И если с Мускетти или Уайзманом студия не хотела идти на компромисс, то с Томом Крузом случилась совершенно обратная ситуация. Актёр получил полный творческий контроль над будущим фильмом. Предполагая, что с такой большой звездой у руля Мумия уже точно станет большим хитом, на этот раз студия устроила полноценный анонс новой вселенной. С разными актёрами и актрисами, которые в будущих фильмах должны были сыграть различных монстров. Однако в прокате Мумия повторила успехи предыдущих попыток запуска вселенной. И хотя в кинотеатрах лента собрала вполне неплохие 410 миллионов для 125 миллионного бюджета, вселенную снова отменили. Обычно этот факт списывают на посредственные кассовые сборы в США, очень плохой приём у публики по всему миру и раздутый рекламный бюджет проекта, который был равен производственному. То есть, чтобы отбиться фильму, в прокате он должен был собрать минимум 500 миллионов. Столь обидная фиаско, которая в первую очередь сильно ударила по имиджу студии, из-за распиаренной вселенной, многие поспешили списать на Тома Круза. Вроде того, что сценарий у фильма-то до его прихода был на том уровне, когда сопли утирают даже крёстные отцы и Форест и Гампе. А Круз его сильно поменял и разрушил будущий шедевр. Так как студия отрицает все подобные обвинения и официально защищает Круза, со стопроцентной уверенностью бросить камень в Тома вроде бы нельзя. Но опять-таки официально известно, что Том Круз изменил экшн-сцены в фильме и лично разработал те, что есть. Кроме эпизода с самолетом, вспомнить в мумии что-то ещё затруднительно. В общем, если бы у фильма были отличные оценки, то скорее всего студия дала бы шанс Тёмной Вселенной с новым фильмом. Но на фундаменте столь посредственных оценок и отсутствии большого успеха студия вновь свернула её старт. Сейчас ходит много слухов о том, что студия в очередной раз пересмотрела стратегию. И новая вселенная начнётся с совсем бюджетных ужастиков вроде недавнего Человека-невидимки. Но возможно года через 2-3 нам снова выдадут какое-нибудь большое кино, которым студия в очередной раз попытается запустить Тёмную Вселенную. Вдруг на этот раз удачно. Хотя всех этих актёров мы уже конечно в ней не увидим. Спасибо за внимание, подписывайтесь и оставайтесь на связи.